Всем привет, на связи с MoogFX и сегодня в этом видео я продемонстрирую для вас нюансы, благодаря которым каждый из вас начнет зарабатывать деньги на финансовом рынке. Сегодня я буду использовать технический анализ, все подробно и понятно для вас объяснять. Я думаю, что разберется абсолютно любой человек, даже если вы далеки от трейдинга, как одна нога от другой у девочки, которая села на шпагат. Согласен, пример так себе, но в начале видоса по стариночке поднавалите сюда лайкосов. Ребята, девчонки, видос будет невероятно сочным, даже несмотря на этот отвратительный пример со шпагатом. В общем, лайкосов поднавалите, да уж, в начале такой пример отвратительный, хоть сбрасывай запись, но я этого делать не буду. Давайте с вами приступим, видос реально будет топ. Давайте 2000 лайков за вонючий пример в начале и полетели. Технический анализ. У нас сегодня с вами будет технический анализ, нюансы, на что обратить внимание. Каждое обучающее видео будет приближать вас к тому, что вы больше и больше будете все понимать, по итогу начнете зарабатывать. Но шаг номер один, выбирайте правильную валютную пару. Зашел в Helper, обновил, GBP Out, все красное, подходит, 4 времени, запускаю анализ, 88% GBP Out, давайте с ней и работать. GBP Out, открыто, полетели. Технический анализ. Здесь у меня находится одна область, здесь у меня находится вторая область. Можно, конечно, все говорить по счету, но давайте говорить по факту. Вверху находится центральная область сопротивления, в нижней части центральная область поддержки. Цена длительное время у меня находилась в одном коридоре, после коридоре, после произошло пробитие. Так, ну смотри, откатное движение происходит прямо здесь и сейчас. Кстати, в такой ситуации невозможно слить. Это для вас будет сейчас, возможно, открытие, но здесь слиться невозможно. Сейчас будем с вами это проверять. Итак, смотрите, техническая составляющая, это мега важно. Проведи на графике область центральную, от которой у тебя происходит движение. Дальше, проведи стрелку, обозначь для себя, что у тебя общее движение идет либо вверх, либо вниз. И после этого рассматривай вход в сторону общего движения. Не пытайся идти против сильного направления. Вот как здесь, сильное направление вниз, не пытайся идти на повышение. Это одно и то же, как пытаться плыть против течения. Какое-то время ты сможешь продержаться, конечно же, на плаву, но по итогу оно тебя сгребет нахрен. Одно и то же и здесь. Цена мимолетная, она может пройти у меня немного выше, там до этой области. По итогу ее снесет. Зачем нам рисковать? Поэтому мы сразу заходим в сторону общего течения, то есть на понижение. Дальше, определись минимумом, куда твоя цена потенциально стремится прийти. Здесь у меня есть по этой тени. Давайте посмотрим, вот у меня данная тень обозначила минимум. Потенциально мой продавец будет стремиться прийти к этой точке, пробить ее, обновить минимум. Ведь у продавца есть одна ключевая задача. Это обновлять минимумы. У покупателя обновлять максимумы. Ну вот так вот все просто. Потому что, знаешь, я могу вам наваливать очень сложные теории. Абсолютно без понтовых каких-то свечных формаций. Но это не приведет вас к прибыли. Вообще никак. Наоборот, это отдалит на максимум. Я все упрощаюсь спецом для вас. Смотри еще раз. Отметил. Области ключевые. Отметил общее движение. Дальше. Посмотри. Хорошо. Отметь еще для себя, чтобы ты вдвойне был убежден, что у тебя здесь находится локальная область. Вот она, да. Вот это у меня локальная область. Можно ее еще раз вот так вот прям жестко обозначить двумя линиями. Здесь находится скопление объема. Такого жирненького объема на продажу. От этой границы у меня также происходит движение вниз. Если вот эта стрелка это общее движение, то эта стрелка это потенциал движения в сторону куда правильно на понижение. Так, давайте с вами смотреть. Ну, плюс-минус цена находится у точки открытия. Не сильно она у меня ушла вниз. Поэтому не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Давайте сопровождать дальше. Теперь, здесь сразу у меня был заход исключительно, знаешь, с базового взгляда на то, как должен выглядеть технический анализ. Если теперь мы с вами посмотрим на второстепенный фактор. В нижней части это серый фон. Движение на понижение цены в отрицательной зоне. Здесь также серый фон. Есть объем. Тренд медвежий. Ну, вот так вот я быстро прошелся. Да, четыре фактора, которые указывают на то, что движение на понижение. И на что здесь ты должен обратить внимание? Посмотри еще раз на график. Обращай всегда внимание на основу. Основа, на фундамент. На чем стоит дом? На фундаменте. Дом может выглядеть, блин, охрененно. Но если фундамент там будет из дерьма собачьего, то долго он точно не простоит. Одно и то же и здесь. Используй базу, фундамент, области. Отметил. От области движения происходит. Входи в сторону общего движения. Вероятность того, что у тебя будет плюс, она значительно выше, чем ты будешь пытаться зайти против основного движения. И по итогу ты будешь ловить минуса. Здесь плюс. ГБП out. Первый вход в рынок. И плюс по базовым правилам технического анализа. Давайте еще про базовые правила технического анализа пообщаемся. Здесь движение. Все классно. Словили. Цена значительно выше не ушла. Только уже на закрытии немножечко она уходит выше. Но в принципе здесь мы с вами знаем, что можем сделать. Можем с вами обновить. И смотри. Также на понижение 87%. Нет. Движение вниз. Я хотел может еще один раз повторный вход сделать. Ребята, к слову. Все мои комментарии, которые вы слышите, я видос записываю одним тейком. То есть я включил запись и все. Вот как оно идет, так оно идет. Поэтому я вслух проговариваю приколы типа может мне здесь открыться, может там, а может не открыться. Я думаю, что такой живой формат он намного, ну мягко говоря, жестче, чем делать какие-то наигранные видосы. Ну вы знаете, этот формат наверное абсолютно беспонтовый. Все движение вниз пошло. Ставим и плюс у нас и галочку тут. Все отработано. Дальше полетели. Так, так, так. Полетели. Обновить. Ну что, OutCHF горит зеленым. Давай смотреть OutCHF. Запускаю 83% на покупку. Ну неплохо. Слушай, OutCHF. Давайте с вами откроем ее здесь. Где у меня он? OutCHF. Вот он у меня. На покупку. Ну прям слишком он уже высоко. Здесь всегда, если ты видишь, на покупку все классно. Ты заходишь, а твоя цена и так уже хрен знает где. Как ракета улетела в космос. Сейчас, то смотри на второе правило. Заходи после отката в противоположную сторону. На максимуме, на повышение заходить можно только если внизу у тебя повышенный объем на покупку. Он у меня не повышенный. Примерно в трех из десяти случаев, да, движение у тебя пойдет на повышение и дальше. Возможно со средним объемом. Ну плюс-минус усредненным. Хотя закрытие. В общем, а остальные семь, вот тебе пожалуйста, да. Сразу откатное движение. Ну давайте отрабатывать этот откат. Посмотрим, как долго он у нас здесь будет происходить. 54. Ну это вообще не густо, поэтому я убираю. Просто вот так вот делаем. И посмотрим, сколько мне нужно сделать здесь дополнительных входов в рынок. Или возможно не нужно сделать. Давайте в общем смотреть. Итак, внимание. Смотрите. У меня здесь находится область сопротивления. Мы к ней пришли. Пришли в гости. Тук-тук. Кто там спрашивает продавец? Это покупатель. Открой нам дверь. А продавец отвечает. Мы не откроем тебе дверь, покупатель. Почему? Спрашивает покупатель. Да потому что, дурачок, у тебя дивергенция в нижней части графика. И покупатель такой, вот блин. Значит еще одна абсолютно не смешная сказка. Поставьте за нее лайкос. Но здесь у меня дивергенция. Смотри, движение снизу вверх, здесь сверху вниз. То есть этот объем не до конца, не совсем, не совсем не до конца соответствует этой большой свечке. Но в то же время он незначительно меньше. То есть это и дивергенция, но это та дивергенция, знаешь, такая подлюка, которая может и продолжиться. То есть следующий объем у меня будет немного ниже, а свеча все равно немного выше. Поэтому давайте смотреть на второстепенные признаки. Все на повышение. На повышение. Бычий. Объем. Ну объемы это уже в моменте времени нужно смотреть. Сейчас я просто констатирую факт. То есть объем на повышение у меня здесь явно присутствует. Ну окей. Теперь давайте смотреть наперед. Наперед. Вот у меня откат происходит. Что мне делать в случае, если откат у меня будет идти еще ниже? Ну давайте вот так вот. Усредненно я проведу область скопления. Здесь же у меня много остановок происходило. До хренища. Проведите такую же область у себя. От этой области находишь объем внутри свечи. Здесь он кстати ярко выраженный не был. Но движение на повышение у меня произошло. Торопиться здесь некуда. Тем более процент здесь. Вы сами все видите. Так себе. Чисто отработка. Знаешь. Чисто отработка в копилочку. Ну смотрите. Здесь в принципе факторы все на повышение. Я согласен с движением на повышение. Здесь единственное это момент отката. Представим, что ты зашел вот где-то как я на повышение. Ты не дождался полноценного отката. Что тебе делать? Ну во-первых ты ждешь. Ты ждешь либо плюса сразу пробития на повышение. Либо откатное движение к области скопления. Область скопления вот я ее отметил. Может даже по телу этих свечей. Да. Она у нас достаточно. Ну не маленькая. Но если смотреть в масштабе реально. Движение на понижение смотришь на объемы. Если объемы жесткие появляются внутри свечи. То заходишь на повышение. Ну вот собственно говоря и все. То есть слиться очень сложно. Знаешь. Даже если сильно захотеть делать перекрытие. Одно. Второе. Третье. Но при этом соблюдать риск money management при общем движении на повышение. Давайте я это уберу. Чтобы не смущало. Потенциал движения от этой локальной остановки. Вот она у меня находится. Также на повышение. То есть у нас здесь все совпадает. Я со всем согласен. Просто не заходи на самом пике. Вот и все. Откат происходит. Смотри на объемы. 41, 22, 29, 24. Вот смотришь на объемы просто. И заходишь от объемов. Они должны набиваться на покупку. Пока что объемы набиваются на продажу. Немножечко на покупку. На продажу. То есть где-то здесь уже находится объем. Но давайте с вами не торопиться. Вот самое главное это не торопиться. Да, ты зашел. Что-то там по итогу неправильно. Минус 5 долларов. Какой ужас. Как же и дальше. Но не торопись. Ты получил минус. Хорошо. Еще раз смотри. Подумай. Все обдумай. Зайди сюда. Все на повышение. Все классно. Процент хороший. Значит все хорошо. Придерживайся второго правила. После отката. Но люди обычно его не дожидаются. И вот вам пример на своем. На своем. На своем этом моменте. По АУТС и ЭЧФ. Я вам продемонстрировал. Сразу вход. Вот сразу минус. Окей. Что я делаю? Смотрите за объемами. И все. Сразу не открывайтесь. Вот появился объем. Ну появился. Давайте немножечко подождем. Вот реально мы должны понять всю ситуацию целиком и полностью. Рывок вверх. Рывок вниз. Давайте смотреть с вами. Пока что я вижу объем на продажу. Небольшой объем на покупку. Снова продажа. Снова покупка. Давайте представим. Что я такой очень энергичный парень. Мне нужно прям срочно отбить свои деньги. Знаешь как у лудоманов. Деньги. Мне нужны деньги. Нет. Все равно смотришь на объем. Заходи в рынок от объема. Ты можешь игнорировать область скопления. Не игнорируй объем. 1, 2. Дохлый объем. Давай больше. 1, 2. 1, 2, 2. 2, 2, 4, 7. Стреляет 7. Все. На повышение полетели. Смотрим дальше. Еще больше объем на понижение. Все. 9 объем на повышение. Мы держим руку на пульсе. Всегда заходи от объема. Обязательно. Обязательно. Не просто так. Это технический анализ. Объемы могут просто-напросто вытащить и спасти твой депозит. Если вдруг ты его похоронил, у тебя осталось последнее перекрытие, которое выведет все в плюс, все твои предыдущие неудачные моменты входа в рынок от объема. Не просто так. Общее движение. Все на повышение. На повышение. Смотри еще раз. А то я очень быстро для вас это сказал. Это на повышение. Так. Название хорошее. Я их убрал случайно. Ничего страшного. В следующем видео будет. Движение на повышение. В нижней части на повышение. То есть и шейвер, и волум тренд. Все на повышение. Здесь на повышение от объема. Движение вверх-вверх. Где у нас еще на повышение? Давайте обновим. Ничего не изменилось. С толком 82% на повышение. Поэтому движение в сторону вверх. Это лишь дело времени. В этом видосе я пытаюсь проецировать и думать, как может предполагать большинство. Такие же ошибки совершать. Вот где-то заранее открыться. Что-то не учесть. И вот смотри. Пробитие и движение к области скопления объемов. А я уже использую перекрытие. Что я должен сделать? Во-первых. Это наконец-то соответствует условиям. То есть фактически до этого момента ты вообще не должен был бы заходить в рынок. Но мы же новички. Мы же хотим все и сразу. И вот именно сейчас. При таком отвратительном проценте. Но мне же нужно все-таки отсюда выйти и заработать. Я смотрю на объем справа. У меня его все еще нет. Но область скопления у меня здесь находится. Значит сейчас здесь будут появляться объемы на повышение. Пока что маленький объем. Еще маленький объем. Дайте мне объема и все будет хо-ру-шо. Следим. Не торопимся. Сопровождаю все своим комментарием. Объем потихонечку накапливается. Небольшой. Но вот уже чуть-чуть стрельнул. Все. Это вход на повышение. За этот рывок не беспокойтесь. И теперь просто смотрите на магию. Для кого-то ведь это будет магия. Потому что многие люди считают, что здесь очень сложно разобраться, как работать по объемам. А что я тут сделал? По итогу вы все поймете. Ровно там через 3 минуты 40 секунд. Я увидел этот объем на повышение. Цена в положительной зоне. Наконец-то моя цена пришла к области скопления объема. На повышение здесь. На повышение. И вот видео уже не будет томным. Потому что началось все с самого простого очевидного плюсика. Я думал опять будет серия плюсов. Где тут будет обучение? Но вот здесь смотрите. Побеждает тот, кто умеет ждать. Если изначально ты будешь заходить по всем правилам, у тебя не будет минусов в принципе. Но если ты совершил одну ошибку, вторую ошибку. Не торопись. Послушай, что я тебе говорю. Из любой ситуации можно взять и по итогу заработать. Даже с дополнительным входом. Но будь так добр. Смотри на объемы. Я бы понял, если бы вы не смотрели на объемы. В случае, когда данный софт был бы закрытым. Платным. Слишком сложно. Но нет. Нет. Десятки видосов, где я делаю полноценный разбор. Объясняю, как это работает. Показываю. Просто десятки. Если не сотни примеров. Нашел объем. Зашел. И уже нормально. Ты понимаешь? И уже ты придерживаешься четкого правила с точки зрения технического анализа. А моменты, в которые люди сливают свой депозит. Они в основном сводятся к тому, что человек слишком много денег инвестирует в один вход. И второе. Он не придерживается стандартных правил технического анализа. Он не отмечает области скопления объема. И он в принципе не смотрит на объем внутри свечи. Но неужели так трудно взять и посмотреть на горизонтальную оранжевую линию? Ну вот же она. Оранжевая линия. На месте? На месте. Область скопления объема здесь есть? Есть. Так в чем проблема? Для чего вы бы заходили до этого? А я более чем уверен. Я знаю. Вы же сами мне пишите комментарии, что вы в такие моменты и заходите. Вопрос. Зачем? Если можно подождать немного времени и зайти в рынок абсолютно без нервов. В своей самостоятельной торговле я не захожу в очень сомнительные валютные пары. Где непонятно что, где непонятный объем. Для чего рисковать, если можно не рисковать? У меня на YouTube канале есть много часовых видео, где я провожу свою живую торговлю. Выбираю отдельные валютные пары. Провожу анализ. Пропускаю те, которые мне не нравятся. Рекомендую вам их посмотреть. Там я раскрываю все на максимум. Также у меня есть часовые видео, где я просто подряд все изучаю. Но в данном случае просто сделайте вывод, что слить свой депозит, да это невозможно, блин. Просто технический анализ и объемы. Слить невозможно. Вот вам, пожалуйста, OutCHF. Абсолютно базовый анализ. В начале ошибки, которые допускает любой новичок. По итогу хорошее движение на повышение от скопления объема. Все по науке, а не просто так с балды взял и получил. В общем, пацаны, я надеюсь, что этот видосик вам зашел просто на 10 из 10. Вы здесь поняли. Сделайте вывод просто, где вам не нужно делать ошибки. Используйте правильный подбор валютной пары. Отмечайте область скопления объема на графике. И все у вас будет чики-бомбони. SmokeFX Helper доступен для тысяч-тысяч людей, которые уже в закрытом сообществе. Здесь огромнейшее количество торговых прогнозов с полным разбором. Люди ставят огонечки. Все классно, все красиво. Заходите, торгуйте. Пока еще есть там буквально где-то 20, может 15 мест по текущим лайтовым условиям. Залетайте и все. Я обновляю чат-бота. На связи был дед SmokeFX. Так что дайте сюда жизни. Всем пока.